Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге «Деяния святых апостолов», мы обратимся к шестой главе. Надо сказать, что евангелист Лука вовсе не ставит перед собой задачу сочинить панигирик в христианской церкви. Нет, он обращает внимание и свидетельствует о реальных проблемах, трудностях, несовершенствах, которые приходится христианам преодолевать, которые в Духе Святом они пытаются превзойти, чтобы найти действительно путь правды, путь следования за Господом Иисусом Христом. Мы видели в предыдущей главе эту историю про Ананию и Сапфиру, которые там решили заначить часть денег, вырученных от продажи имения, при этом сделав вид, что они все прям до последней копейки отдают, ну, ради соответствующего, видимо, почета. Ну, хорошо. В шестой главе тоже без особых подробностей, но довольно неприглядную картину предлагает нам евангелист Лука. Речь идет вот о чем. Христианская община Иерусалима довольно большая, несколько тысяч человек, от пяти до десяти тысяч человек примерно. Время, ну, где-то там тридцать, третий, тридцать пятый годы, может быть, тридцать четвертый, тридцать шестой. То есть, вот, воскресение Христова прошло несколько лет. За это время несколько раз по несколько тысяч, там, людей покаялись, община постепенно прирастает. Ну, и вот там по разным оценкам порядка десяти тысяч. Заметим, что примерно столько же фарисеев существует в это время в Израиле. В христианской общине членами ее становятся уверовавшие иудеи самые разные, те, кто живет в Иерусалиме и те, кто пришел из Галилеи. И, вероятно, тех, кто время от времени приходит из Галилеи. И, конечно же, те, кто прибыли из диаспоры, издалека, из стран, где евреи говорят на греческом языке и арамейский либо не знают вовсе, либо знают очень плохо. Поэтому этих людей, иудеев из стран России, называют эллинистами. Ну, так вот в нашем синодальном переводе. Достаточно неуклюжее слово. Ну, вот, надо понимать, кто это такие. Это иудеи, у которых здесь, в Иерусалиме, в общем, никого нет. Они пришли сюда из далеких стран рассеяния и задержались по тем или иным причинам. Большей частью, вероятно, задержались по тому, что уверовали во Христа и остались в этой христианской общине. И вот поскольку среди христиан довольно много нуждающихся, каждый день тем или иным образом люди раздают нуждающимся то, что им нужно для пропитания. По большей части хлеб. Хлеб. Стало быть, есть какие-то люди, непонятно, каким образом, так сказать, выделенные, которые раздают эти самые хлебные потребности. И вот Лука говорит о том, что у еленистов произошел ропот на евреев за то, что их вдовы пренебрегаемы были. То есть, эти евреи в синагогах назарян, то есть, тех синагогах, где собирались христиане, их тогда называли назарянами, ну и, по-видимому, несколько синагог уже у них было своих, так сказать, где они составляли, собственно, основную пастуру. Вот в этих местах, собираясь, они раздают восхомоществование хлебное, а эти, ну, они пришли вдовы из стран рассеяния, на них смотрят свысока, они их забывают, о них забывают. Люди, которые нуждаются, люди, которые уповают на то, что Бог поможет им через их христианскую общину, а о них забыли. И это, в общем, эпический провал нравственный и духовный для христианской церкви. Катастрофа. Потому, что эти вдовы доверяли и были обмануты. Их не пожалели, о них не вспомнили. Ну, если это делают, там, не знаю, социальные службы светского государства, ну, как-то, ну, относительно понятно. Хотя социальные службы светского государства обычно все-таки, ну, компьютером пользуются, чтобы систематическим образом оказывать требуемую помощь. Да, но что с них взять? А с христиан здесь есть что взять. Это действительно катастрофа. И возникает тогда ропот у еленистов на евреев. Ропот тоже. Мы, как и евангелист Лука, не обсуждаем вопрос о том, могло ли быть иначе, почему эти эленисты сами не сбросились, может, они уже давно все продали и тоже питаются от этого общего имущества. И мы не знаем, почему происходит так, как происходит, но важно, что еще ну, мужчин, по-видимому, внимания хватает, а эти женщины уже никому не нужны, никому не нужны. И вот ты запер свое сердце, и вот оно уже не подобно сердцу Иисуса, который принимает всех, особенно тех, кому хуже всего. И тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, значит, они собирают, ну, может быть, и не всех христиан, но значительное количество говорят, им нехорошо нам, оставив слово Божие, пищись о столах. Ну, во-первых, эти слова говорят, подразумевают, что ленисты обратились к апостолам и сказали им что-то вроде того, что, ну, вы посмотрите, как они у вас делают вот это, вот, раздают имущество, мы все все обобществилили и сбросились в надежде, что все будут получать необходимое, а этого нету, вмешайтесь, да, и апостол на это говорят, нет, нехорошо нам оставить служение слова, печись о столах. Ну, по большому счету, можно только доверять тому, что Дух Святой вдохновил апостолов так сказать. Почему, собственно, так уж это нехорошо? Дело, это не разговор о том, что лучше и что хуже, это разговор, что они выбирают служение слова, пребудем в молитве и в служении слова, вот мы будем этим заниматься, это нам поручено от Духа, это задача, которую Бог ставит перед нами, говорят апостолы, не то, что это правильно или неправильно, не то, что служение слова чем-то лучше попечения о столах, оно ничем не лучше и не хуже, а в том дело, что вот эти 12, ну и может быть еще кто-то, Духом Божьим поставлены на это служение, и они этому призванию не изменяют, поэтому говорят, нет, мы не можем этим заниматься, нам велели делать, вот, да, нести слово, быть в молитве и служении слова, давайте поставим специально семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, исполненных Святого Духа и Мудрости и проверенных, проверенных в том, что они не пренебрегают кем-то, не отвергают, не забывают о определенных людях, проверенных в том, что они обладают мудростью, умом и в состоянии, грубо говоря, составить списки и проконтролировать их, не Беном Ютоном, на самом деле, но, тем не менее, для древнего человека не склонного к систематическому мышлению, это непростая задача. И самое главное, исполненных Святого Духа, которые будут это служение нести. Вот выбрали семь человек и, помолившись, возложили на них руки. Вот такое вот поставление на служение этих людей, поставление через возложение рук. В дальнейшем извилистыми и не вполне ясными путями вот из этого, как принято думать, возникает таинство рукоположения. Строго говоря, семь диаконов, которых поставили апостолы, не были иерархической ступенью и с сегодняшним иерархическим священством соотносятся, ну, скажем так, довольно противоречивым образом. Тем не менее, вот здесь мы видим, как апостолы от лица общины, представляя всю общину, молятся об этих людях и, возложив на них руки, поставляют на определенное служение. Ну, и дальше некоторое время евангелист Лука рассказывает о Стефане, мужу, исполненном веры, известном человеке, с которым связаны несколько достаточно ярких событий. В частности, Стефан, исполненный верой и силой, совершает разные чудеса и знамения в народе, великие чудеса и знамения. И всякие из синагоги либертинцев, керенейцев, александрийцев, то есть, тех, как это синагоги, в которых, вероятнее всего, часть службы или вся служба были по-гречески, куда ходили приезжие стран рассеяния, ну и вот эти самые люди, соприкасавшиеся, заметьте, с эллинистыми их вдовами тоже, вот эти люди, которые стремились быть, как говорится, роялистом больше, чем сам рояль, которые хотели вот быть правоверными больше садукеев и первосвященников, они начинают спорить со Стефаном, но не могут противостоять мудрости и духу, которым он говорил. И тогда они начинают прямо писать доносы. Прямо писать доносы. Тоже, к сожалению, в нашем не таком далеком прошлом, да и в нашем настоящем. Люди, которые были уверены о себе, что они праведные христиане и до сих пор нередко так думают и вообще бьют себя пяткой в грудь про свое замечательное святое наследие, пишут доносы безозрения совести. На самом деле позорная вещь, ну вот Лука рассказывает об этом иногда самым недвусмысленным образом. И вот он говорит, они подучили некоторых настучать на Стефана и говорить, он поносит, говорит неправильные слова на Бога, это оскорбление чувств верующих наших, там еще чего-то неправильное он говорит, слова, которые нельзя произносить. Ну, как известно, самый большой грех по нынешним временам это назвать вещи своими именами. Ну, вот со Стефаном нечто похожее происходит, его обвиняют в этом. Он что-то сказал, от чего уши у этих свидетелей ложных свернулись в трубочку, они испытали какие-то там, значит, моральные страдания, и поэтому его надо наказать. Его надо наказать. Мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит это место и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. А в Синедрионе собравшиеся видят при этом лице Стефана с горящими глазами, напоминающие лице ангела, потому что он действительно исполнен веры и силы Духа Святого. Синедрионе Синедрионе Синедрионе